Вниматели, если вы не знаете, мы будем представиться. Это Сергей Михайлович, исполняющий полномочия благословения. Что касается той концепции, о которой говорил товарищ предыдущий, то есть эту работу мы начали проводить в прошлом году. Абсолютно все моменты озвучены, мы проговаривали. Я думаю, что многие из вас были на первых встречах, когда мы говорили о том, что мы начинаем работу по наведению порядка в городе Ачинске, по временному сооружению. Я не думаю, что это может отрицать. Работу мы проводили и говорили. Те, кто согласны работе в рамках, которые будут разработаны в виде дизайн-кода, где все проверенные будут приведены в соответствии. Если они готовы по этому пути идти, мы готовы с ними сотрудничать и работать. Те, кто реально понимают, что и бизнес не приносит никакого дохода, и часть проверенных расположены в городе Ачинске, по сей день в прошлом они стоят. Мы абсолютно всем предлагали закончить работу в этом направлении, если не получается. Что касается дальнейших развитий, исходя из этой ситуации, которая произошла с февраля месяца, мы приняли решение. Во-первых, мы уже неоднократно проводили такого уровня совещания и абсолютно всем говорили в нашей правительстве, что мы не трогаем те поведения, которые не попадают в зону застройки, в зону комплексного благоустройства улиц. В прошлом году мы начали комплексное благоустройство и провели его частично на улице Новинково и на улице Кравченко. Все павильоны и все предприниматели, которые попали в эту зону застройки, во-первых, были ликвидированы павильоны, которые стояли с нарушениями, а те, которые остались, были приведены согласно разработанному дизайну города. И это очевидная вещь, их нельзя отрицать. На сегодняшний день мы прорабатываем комплексное благоустройство в улице Кравченко, куда попадает тоже ряд павильонов. Те 10 павильонов, которые расположены на парке магазина «Ледяной городок», они все сохраняются, только приводятся все в соответствии с дизайном города. Это тоже нельзя отрицать. Скажем, при внимательном конкретно об этом поговорили. Те павильоны, которые стоят с нарушениями и попадают в зону благоустройства, они будут демонтированы, однозначно. Вот, по большому счету, вкратце и все. На следующий год мы планируем благоустроительную цинжера. Будет происходить то же самое. Те павильоны, которые будут стоять без нарушений и будут вписываться в общую концепцию, в общую лицо-дизайн-порт, который разработан, не будут в текущую претензию. Те павильоны, которые мы демонтируем, мы предлагаем интернативные места. То, что они многие не устраивают, это абсолютно очередная речь. Люди, которые постояли на центральных улицах 20 лет более, конечно, печально, обидно и больно. Но наш диалог, когда мы начинали, я всегда говорю, что мы все, получая разрешение на размещение временных объектов, подсознательно должны понимать само название. Временные. Что касается сроков. То есть мы их сократили по одной простой причине. То есть когда мы начали эту работу, у нас была колоссальная задолженность по налогу. Именно по павильонам. И чтобы привести их в соответствии, и чтобы понять вообще масштаб бедствия этих павильонов, которые, во многих случаях, не скажу, стояли абсолютно незаконно, не имея на них никакого разрешения, мы сократили сроки. Чтобы мониторить и понять, что вообще в целом происходит в городе по этим объектам. После того, как будут утверждены документы, позволяющие продлять сроки до 7 лет, мы, безусловно, его посмотрим. И пересмотрим. Но те павильоны, которые будут стоять с нарушениями, мы, в любом случае, будем ремонтировать. Постепенно, не сразу. Те, которые будут попадать в зону комплексного полуста. Вот вкратце. Мы об этом уже говорили раз в 10 собрать.